Всем привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатим из ангара на две каточки. Простите меня, те кто учили немецкий язык и что-то в этом понимают, попытаюсь произнести Rheinmetall Borsa Waffentragen. Ну уж еще раз простите, если произнес неправильно. Ну в простонародье все эту ПТшечку немецкую знают как Борщ. Это ПТ восьмого уровня и я бы назвал эту ПТшечку срединой пути к заветному грилю 15. Итак, что эта ПТшка представляет из себя? Кратко по техническим характеристикам ПТ. Имеет в принципе плюс-минус неплохую подвижность как для ПТшки, имеет поворачивающуюся башню, имеет в запасе две пушечки. Первая пушечка существенно отличается от второй. Так, у нас первая пушка имеет время перезарядки 12 секунд, урон в минуту 2300 единиц, 246 единиц пробития брони и 460 единиц альфы за один шот. Вторая пушечка, которую вам в любом случае придется открыть для того, чтобы открыть дальше вафельку, это пушечка уже с большим разовым уроном в 600 единиц, что на 140 единиц больше, меньшей бронепробиваемостью на 31 единицу, что в принципе плюс-минус существенно в бою, и время перезарядки выше на целых 3,5 секунды. И составляет оно уже 15 практически с половиной секунд. И урон в минуту при всех вот этих показателях увеличивается всего лишь на 34 единицы, что я в принципе не считаю каким-либо отличием от предыдущей пушки в целом. Потому что говорить о 34 единицах урона в минуту при 2300, ну там 2300, ну как бы ни о чем. Поэтому мы с вами сегодня выкатим на несколько каток эту великолепную ПТшечку 8 уровня на двух пушках и посмотрим, какая из этих пушек как себя ведет в бою в руках обычного не статиста, обычного танкиста. Итак, ребята, понеслась. Итак, первое, что мы сможем заценить сейчас, это ее подвижность. Подвижность как для ПТ, в принципе, у нее неплохая. Хотелось бы, безусловно, чутка побольше. Хотелось бы, безусловно, чутка побольше динамики. Но уже что имеем, то имеем. Что касается скорости поворота башни. Башенка поворачивается у нас плюс-минус бодро. И что самое интересное, она поворачивается у нас полностью по кругу. Что, в принципе, дает преимущество перед другими ПТшками в отношении того, чтобы где-нибудь сыграть от холма, где-нибудь вылезти из-за домика аккуратненько, стать как-нибудь неполубоком, ну и не терять время на разворот, если у вас неповорачиваемая башня. Что касается самого орудия и точности его в бою. В целом, плюс-минус неплохо. Но хотелось бы, безусловно, лучше. Не могу сказать, что есть в этой ПТшке что-нибудь, что не хотелось бы сделать немножечко лучше. Снарядик летит бодренько на дальних расстояниях. Безусловно, он немножечко как бы должен быть выпущен вами с опережением. Но не особо таким уж и большим, чтобы бояться, что вы куда-то там не долетите. Вот, допустим, сейчас в Пёршинга, который, в принципе, является подвижной машинкой, мы попали без особого труда. Что касается перезарядки орудия. Перезарядка орудия, она, в принципе, вроде бы и долговато, но в целом я не могу сказать, что прям уж совсем прям так вот, что невозможно это терпеть, и ты там прям слезами стираешься до тех пор, пока перезарядится твоя пушка. Следующее орудие, оно, безусловно, немножко, ну, я бы сказал, более тугое, знаете ли, вот в процессе ожидания перезарядки, потому что танчик-то, в принципе, не меняется. В игре от того, какую пушку ты ставишь, меняется только скорость перезарядки твоего орудия и разовый урон, который ты наносишь. Не могу сказать, что очень удобно, когда у тебя все те же самые характеристики по подвижности и по твоим возможностям в бою, и при этом всем ты еще и умудряешься перезаряжаться дольше. Ну, вот как-то так. Зря я, конечно, вылез на Т-15, но в целом танчик, как и вся эта ветка, является абсолютно картонным, как вы видите по нашей тушке мокро-мертвой. У нас есть пробитие и сбоку, у нас есть пробитие и спереди сразу в масочку, которой, в принципе, как таковой нет, и сбоку к нам тоже прилетело, ну, поэтому, в принципе, танковать нечем, да и она не для этого предназначена. По большому счету, мне кажется, что вся эта линеечка ПТ, они больше предназначены для того, чтобы стоять на большом расстоянии от врага и пытаться где-нибудь его отработать с расстояния, чтобы вас не разобрали. Ну, то есть не совершать такую глупость, как сейчас сделал я и вылез на Т-15. Итак, так или иначе, давайте посмотрим на результаты нашего боя. Что мы имеем по результатам боя? Мы не сильно хорошо отыграли, но при этом мы нанесли тысячу, практически, 1900 даже урона. Мы, не могу сказать, что что-то нафармили, но не ушли в минус. И мы находимся в нашей команде по урону на третьем месте. Еще раз отмечу, мы не очень хорошо отыграли. Я, честно говоря, на этой ПТшечке отрабатывал, ну, существенно лучше. Давайте теперь попробуем зайти в бой на другой ПТшечке. Поставим сейчас вот эту, добавим немножко голдишки, вдруг пригодится. Ну, как-то так. И понеслись. Итак, как я уже говорил, на следующей ПТшечке, которая стоит непосредственно перед Вафлей, вам ее в любом случае придется открыть, вопрос в том, на чем вы дальше будете играть, для того, чтобы открыть Вафлу. На этой ПТшке или на предыдущей? Так вот, что хотелось бы отметить, что нам существенно увеличили скорость перезарядки, по крайней мере, по игровым ощущениям, когда ты катаешь эту ПТшку, и не настолько существенно добавили разовый урон. Сейчас мы попытаемся занять какую-нибудь позицию для отстрела ПТоводов, как обычно, прячущихся где-то в кустах или на большом расстоянии, и попытаемся что-то на этой пушке сделать. Мне, честно говоря, эта пушка, по ощущениям, куда менее комфортная в игре, чем предыдущая. Ну вот, вроде бы и приятно, 640, но теперь целых там 15 секунд после выстрела мы должны где-то там хорониться, прятаться. Мы не можем раньше выехать и добрать, допустим, недобитка, которого сами, в принципе, организовали. Ну и вот получается как-то вот так вот, то есть для того, чтобы где-то что-то сделать, чтобы враги не успели куда-то уехать, тебе необходимо все-таки вылазить из-за кустов, ехать как-то вперед, ну и пытаться уже где-то как-то продавить, причем надеясь на то, что тебя не начнут при этом разбирать. Ну, счет при этом потихоньку начинает ползти абсолютно не в нашу пользу. Все-таки 3-1 это уже существенно. Вот мы встречаем еще одну вафельку. Ну вот и все. Давайте дождемся окончания боя, попробуем заехать еще в один бой, уж больно быстро этот пролетел, возьмем еще раз эту же пушку. Все-таки в этом бою мы смогли сделать буквально несколько шотов и сказать, что это является каким-то лакмусом для понимания, как эта пушка играется на этой ПТшке, ну и насколько комфортно, либо дискомфортно на ней будет выкачивать вафельку, ну, мне кажется, сложновато. Ну, и как обычно, то, куда шилась наша ПТшка, это в основном в башню, и, ну, в принципе, тут куда целься, куда не целься, ты все равно ее пробьешь. Наш АМХ-50-100 молодец, не сдается до последнего. Ему тяжело, он остался один против четверых, но, по крайней мере, он является настоящим танкистом, он не поднимает пушку вверх и не расстраивает таким образом тех, кто продолжает смотреть бой после выхода в ангар. Ну, давайте будем говорить откровенно, 1560 не намного меньше, по сути, меньше на один шот, чем в предыдущем бою. По результатам команды мы заняли опять второе место, но мне кажется, что все-таки можно чутка получше, конечно, было сыграть и сделать больше урона. Но почему-то, мне кажется, одновременно с этим, что бой бы это не изменило. Давайте еще раз закатимся. Если исходить из правила того, что ваша результативность была позитивной в бою, если вы сделали урона противникам больше, чем запас вашей прочности, да еще и при этом смогли сделать фраг, то тогда получается, что на этой ПТшке достаточно сделать два шота для того, чтобы выполнить программу минимум по наносимому урону противнику. Ну, а если говорить о типичных боях на этой пушке, то, соответственно, вы будете делать даже больше, потому что, сделав три шота, вы уже будете очень большой молодец для своей команды. По крайней мере, вы не уходите в минус в размене своего ХП на ХП противника. Это вот такая вот сейчас произошла редкая ситуация для этой ПТшки, когда ее не пробили. Честно говоря, не совсем понимаю, куда им могли не пробить. Да, я, честно говоря, даже и не вижу, где. Скорее всего, как-то либо фугасом, либо, не знаю, бронебойным, но все равно как-то вскользь это пролетело. И нам очень сильно повезло. Углы наводки вверх, они очень комфортные. Что касается углов наводки вниз, плюс-минус достаточно. Как и в предыдущем бою, я говорил по поводу того, что снаряд летит очень бодренько, но вот видите, перезарядки, ну, в край не хватает. Вот просто не хватает. Если бы сейчас уже перезарядились, то мы бы уже сейчас что-то сделали. За это время ИСУ-152 проскочил, недобиток Т-54 смог спрятаться, ну, а мы все это время стояли и ждали у моря погоды. Попытаемся немножко ускориться по перезарядке. Возможно, нам это немножко поможет. Ну, и вот опять, видите, вот буквально совсем чуть-чуть и не дотянули. Не дотянули с перезарядкой. Все-таки сложновато с таким временем перезарядки на восьмом уровне отыгрывать против танков, которые будут от тебя явно куда-то прятаться. Тортоис немножко застрял там. Выехать ему особо некуда, так как он знает, что мы здесь контрим. К сожалению, нет нам засвета для того, чтобы мы как-то по засвету сработали. Не унесем мы его в ангар, потому что не хватает нам ОХП. И опять долгий период перезарядки. Ну, я не могу сказать, что это приятно. Сейчас попробуем фугас на этом... Ну, простите, фугас попробуем на Тортоисе отработать. Посмотрим, что с этого выйдет. Ну, получилось. Все-таки комбашенка Тортоиса, словно известная, которая в себя принимает довольно неплохо, она показала себя во всей своей красе в очередном бою для... водилы этого Тортоиса. Ну и вот сейчас мы опять уйдем на перезарядку долгую. Если бы не поддержка нашей второй ПТшечки, то я думаю, что АМХ более смело бы просто на нас выкатился, ну и хорошенько бы нам напихал. Эх, не фарт. Ну, сейчас мы, походу, отправимся в ангар. Нет, повезло нам. Есть попадание, но что-то нет абсолютно никакого пробития. Прямо вот совсем удивительно, потому что, ну, не знаю, как это назвать. Т-49, картонный танк, в который, в принципе, эта ПТшка должна засовывать прям на ура. Но не срослось. В любом случае, ПТшечка себя показала в этом бою, я бы сказал, более честно, чем в предыдущем. Ну и пушка отработала и дала вам возможность увидеть, сколько же времени вам придется ждать перезарядки, что вам при этом придется делать. Стоять на месте у вас не выйдет, потому что вы картонные. Ну, а наносить по 600 урона, безусловно, приятно. Вот такая вот она ПТшечка, вот такой вот он ПТшечка. Я повторюсь еще раз. ПТшечка – это точка невозврата в прокачке ветки гриля 15. Почему точки невозврата? Потому что назад уже идти некуда, ну, а вперед идти еще надо, и это будет вам очень приятный путь. И так вот наши результаты боя. 3126 урона, сделанный один фраг. Я считаю, что можно сказать, что он заслуженный, потому что тортойса мы не просто добрали на 34 с копейками хп, а действительно взяли с него все, что смогли. Мы заняли в нашей команде явно первое, да, первое место по урону. Но я считаю, что вот этот бой, он максимально показательный для этой ПТшки. Все-таки борщ на своем уровне, несмотря на то, что ПТшка очень старая, ну, он все-таки мокр. Вот может он, вот могем, и могем мы довольно неплохо. Вот такие вот бои ждут вас на этой великолепной ПТшечке, если вы будете прокачивать ветку гриля. Поверьте, ни один из танков, которые вам придется пройти, начиная от Ношхорна и до гриля, они не будут вас очень сильно разочаровывать. Безусловно, будут какие-то бои, которые будут там выгонять вас в ангар буквально через минуту-полторы начала боя, но вы все равно будете получать от этого удовольствие, от того, что вы выгоняете эти ПТшки из ангара в рандо. Ребят, всем приятного. Играйте, получайте удовольствие, кайфуйте, возвращайтесь на канал, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, а я буду пытаться продолжать снимать интересующее вас видео. Если у вас есть возражения или предложения, напишите, пожалуйста, обо всем в комментариях. Всех благ, мира и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok